Добрый день, уважаемые саровчане! На сегодняшний день, на 8 мая 2020 года, у нас в городе 72 нарастающим итогом заболевших коронавирусной инфекцией, те, кто выделяет и в мазочках у которых выделен РНК коронавируса. 72 человека – это плюс 2 за прошедшие сутки. Из этих 72, повторяю, 13 у нас есть выздоровевших и еще готовятся люди, подходят к выздоровлению. Сегодня будет решаться вопрос о выписке еще нескольких людей. При этом 15 человек лечатся в условиях нашей больницы, то есть госпитализировано. Из этих 15-10 человек переносят заболевание в средней степени тяжести. Все остальные – легкая форма. Тяжелых форм нет. На карантине, под наблюдением дома остаются на сегодняшний день 69 человек. Вот мы уже с вами каждый день говорим, это очень показательно, кто те новые люди, которые заболевают. Я теперь стала об этом рассказывать, чтобы лишний раз вам показать, что это в основном приезжие из карантинных районов люди. Значит, у нас один больной – это привозной случай из Дивиевского района. И фактически мы сейчас начинаем пожинать плоды наших майских праздников. Мы говорили с вами о том, что хорошо выезжать на дачи и изолироваться на дачах. Это действительно замечательно, но жизнь есть жизнь. Вот данный конкретный человек выезжал к себе на дачу, но знали, что человек – медицинский работник. Попросили поделать уколы больным людям. Откликнулась она как медицинский работник, делала уколы, заразилась. Сама теперь заболела и фактически привезла это заболевание. Вторая, значит, у нас больная – это у нас по-прежнему тянется ниточка, которая была, имевшийся у нас уже очаг по линии ЖКХ. Мы понимаем прекрасно, что это категории лиц, во-первых, подверженных заболеванию, потому что это не молодые люди, они уже в возрасте. Во-вторых, сама работа их подразумевает большое количество контактов. И есть где во многих местах заразиться, включая своих сотрудников. Плюс ко всему, мы прекрасно понимаем, что это лица с достаточно низким уровнем доходов, поэтому они одновременно еще и подрабатывают во многих организациях, будучи уборщиком помещений в одной организации, подрабатывают в другой организации. И поэтому вот эти цепочки, большое количество контактов расползается достаточно широко. И мы взяли еще как минимум теперь шесть человек контактных уже по новому месту работы, там, где больная проводила уборку помещений. И вот эта цепочка у нас пока еще никак не прервется. Поэтому я хочу насторожить вас вот именно в этом плане. Значит, на первом месте это близкие контакты и контакты без средств защиты. Понимайте, пожалуйста, что это такое возможно, такое может быть, и, соответственно, люди, попадающие на карантин, у нас сейчас в празднике никуда не смогут выезжать. Мы эти данные все передадим. И второе – это вот как раз карантинные зоны. Давайте я вам еще раз назову карантинные зоны Нижегородской области, чтобы вы о них знали и старались либо не выезжать туда. Ну, это первое и самое главное условие. А второе – если вдруг контакты с лицами, приехавшими из этих зон у вас есть, чтобы вы понимали, что нужно обязательно защищать себя от таких контактов. Давайте я их перечислю. У нас на карантине сейчас Пачинки, Тумботино, Кулебаки, Гремячево, Выкса, Павлова, Мухтолова, Дивеева. Самые ближние к нам районы – это Выкса, Павлова, Мухтолова, Дивеева. Из них самая плохая ситуация в Павлова и в Дивеева. Ну, Мухтолова тоже нарастает заболеваемость, нарастает достаточно таким шквальным характером. Чем больше обследуют, тем больше выявляется больных. Поэтому я считаю, что Выкса, Павлова, Мухтолова и Дивеева вместе с их районами и близорасположенными деревнями – это на сегодняшний день для нас самый близкий очаг заболеваний. Но не забываем про Москву, там по-прежнему самый главный очаг Российской Федерации. Поэтому приезд или поездки в Москву – это все о том же. Лица, приезжающие оттуда, берутся на контроль, они сидят на карантине. Не все, конечно же, заболевают, это безусловно, но на контроль должны попадать все. Значит, я хочу Вам сказать, что нас ждут впереди прекрасные праздники. Кстати, пользуюсь случаем, всех поздравляю с этим прекрасным, светлым праздником, Днем Победы. Всем желаю огромного счастья, здоровья, всего самого доброго. И мы понимаем, что это праздник особенно для ветеранов, а ветераны у нас ходят в группу риска по коронавирусной инфекции. Поэтому надо их особенно сейчас в эти дни беречь. А им, может быть, и захочется выйти и возложить цветы куда-то, и, может быть, еще провести какие-то мероприятия. Все они сейчас оговариваются со всеми общественными организациями, чтобы они проходили с условием социальной дистанции, с условием не массового скопления людей. Для того, чтобы можно было каким-то образом и праздник отметить, и в то же время в эти праздники друг от друга не заразиться. У нас по-прежнему нет тяжелых случаев. И я хочу сказать, что анализ тяжелых случаев в наших окрестных территориях говорит о том, что тяжело в основном заболевают лица как раз из группы риска. Лица 65+, с сопутствующими заболеваниями. У нас есть в нашей округе смертельные случаи от коронавирусной инфекции. У нас есть в Сатисе смертельный случай женщины от коронавирусной инфекции. У нас есть в Дивеево смертельный случай от коронавирусной инфекции. И в обоих случаях это как раз 65+, по возрасту, и плюс к этому еще и сопутствующие заболевания. Поэтому я хочу, чтобы в эти праздники вы, продолжая оставаться на изоляции, а многие из вас, я думаю, кроме праздничных мероприятий, которые будут проводить в своем семейном окружении, у себя внутри, не собираясь никакими группами, может быть, все-таки погода нам даст и поедут на дачи. Я по-прежнему считаю, что если это изоляция на дачах, то есть когда мы берем с собой запас еды и воды, уезжаем туда, не выходим к соседям для того, чтобы, как в данном случае, делать уколы кому-то, кому-то помогать, если мы именно изолируемся на этих территориях, то это как раз момент разобщения, который поможет нам в празднике дополнительных заболеваний не иметь. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что мы не можем бесконечно сидеть на этой изоляции. Она была искусственно сделана для каких целей? Мы прекрасно понимаем, что остановить заболеваемость полностью невозможно. Заболеваемость с воздушно-капельным и контактными путями передачи – это заболеваемость, которая в конечном своем итоге в той или иной форме поразит достаточно большие группы населения, но наша задача была, чтобы эти группы населения, во-первых, в эти группы не попали люди больные и престарелые, и вторая была задача, чтобы это был не шквал сразу заболеваний, не сразу сотни и тысячи заболевших, а единицы, чтобы их успевала обслуживать и лечить наша медицина российская. Поэтому этих целей мы, в общем-то, добиваемся замечательно практически на всех территориях наших. И на территории Сарова у нас эта задача тоже выполнена. Но мы при этом понимаем, что мы не можем остаться в стороне совсем. Мы не можем закрыться и целый год не ходить никуда, не работать и ничего не делать. Это нереальная ситуация. Вот то, чего мы достигли, нам позволяет сейчас уже думать. Вот я уже давно потихонечку об этом говорю, готовлю вас мысленно к этому. Нам нужно продумывать этапы, каким образом мы будем выходить на работу и возвращаться к нормальной жизни. Все эти этапы хорошо освещены Роспотребнадзором, и все федеральные каналы их озвучивают. Но то, что касается нас, я прежде всего хочу сказать, что, конечно, если в первую очередь начинают работать промышленные предприятия, пусть пока не в полную мощность, но в какую-то, значит, следом за этим пойдет и работа детских садов. Я к этому отношусь очень положительно. Во-первых, потому что у нас на самом деле в детских садах очень хорошая система изоляции по группам детей. Мы прекрасно понимаем, что дети наши заражаются друг от друга, могут заражаться различными инфекциями, и именно поэтому выстроена именно такая система детских садов в Российской Федерации. И она показала свою состоятельность на протяжении многих десятилетий. Но если мы говорим о коронавирусной инфекции, то мы прекрасно понимаем, что дети заражаются не друг от друга коронавирусной инфекцией, они заражаются в очагах семейных, от своих родителей, там, где заболевание протекает с большой вирусной нагрузкой, с большим выделением вируса в окружающую среду, там, где идут тесные контакты, вот там они и заражаются. У нас, я вам рассказывала, есть несколько случаев. Поэтому, когда мы говорим о том, что дети у нас будут находиться не по улицам болтаться, потому что они скоро уже не смогут, я считаю, больше сидеть дома, а будут находиться в учреждениях, это будет замечательно. Наша задача ежедневно доводить информацию до департамента образования с тем, чтобы у нас ни в коем случае не попадали на работу работники детских образовательных учреждений, которые, ну, больные, это понятно, а которые там так или иначе находились в контактах, это первое. И, конечно, уже у нас ни в коем случае не будут попадать в эти сначала дежурные группы, а потом, я надеюсь, и в открывающиеся сады дети из-за контактных очагов, там, где у нас есть коронавирусная инфекция. Поэтому работу детских садов я рассматриваю как очень положительный вариант. Если все-таки люди, которые к нам обращаются и считают, что это очень опасно из-за своих детей, они, тем не менее, вопреки здравому смыслу, вот в данном случае все равно переживают, ну, никто же не заставляет вас детей в детские сады водить. Пожалуйста, если у вас есть возможность, продолжайте оставаться с ними дома. У тех, у кого есть такая возможность, это всегда было, есть и будет. Я считаю, что если есть хоть какая-то у вас какое-то волнение за своих детей, ради бога, оставайтесь с ними дома. В целом, я считаю, что нужно постепенно прорабатывать все вопросы, а вопросы у нас будут при выходе на работу касаться как раз масочного режима, разобщения в общественных местах. Нужно будет обязательно пытаться людям объяснить, чтобы максимально добирались на работу на личном транспорте, пешком, если это позволяет расстояние и погода, и в меньшей степени пользоваться общественным транспортом. Там, где мы ими пользуемся, значит, использовать маски и перчатки. При этом я хочу вам сказать, что статистика в крупных городах, где уже высокий уровень заболеваемости, по-прежнему говорит о том, что заражение большей частью происходит все-таки в магазинах, а не в общественном транспорте. Но, тем не менее, это место, где мы скучно можем собираться, и на эти моменты будем обращать внимание. Я хочу еще вам сказать, что у нас подведение итогов после праздников будет 11 мая еще на городском штабе, и 12 мая мы уже с вами встретимся и будем четко говорить. У нас в городе появилось несколько направлений. Одни люди категорически говорят, что пора уже заканчивать и выходить на работу, и это будет такой стимулирующий фактор и психологически хороший фактор для выхода из этой ситуации. И есть вторая группа, которая также активна и также уверена, говорит о том, что нет, мы, конечно же, не достигли еще пика заболеваемости, и сейчас резкий выход на работу даст нам резкую заболеваемость опять. Мы не только не должны на работу выходить, а мы вообще город должны с вами закрыть, закрыться в коробочке, пересидеть в нашей, все переждать. И это будет хорошо. Если мы с вами закроемся и переждем, это будет хорошо, но ровно до того момента, когда мы снова откроем город. А закрытыми сидеть пожизненно мы с вами в городе не сможем. Поэтому предлагаются другие адекватные меры для того, чтобы постепенно входить в рабочую ситуацию. На мой взгляд, сейчас очень важно при выходе на работу, это касается абсолютно всех видов работ и абсолютно всех работодателей. Я думаю, что нужно рассмотреть сейчас очень внимательно выходы на работу как раз тех групп риска, о которых мы всегда говорим. Это лица старше 65 лет, это лица с сопутствующими заболеваниями. Вот этим мы сейчас занимаемся. Мы продумываем, каким образом сделать так, чтобы сейчас, когда у нас еще основная, когда коллективный иммунитет у нас еще в городе не создан, когда мы не можем говорить о том, что у нас много реконволесцентов, о том, что у нас много людей уже либо иммунитет имеют, либо группам риска не относятся. И тогда мы за них не переживаем. Я считаю, что на этом этапе очень грамотно нужно подходить, во-первых, к возрастной и по группам здоровья, группам тем, кто будет выходить на работу. И второе, это места, откуда пойдут люди. Но одно дело наши соровчане, другое дело это люди, приезжающие из ближних населенных пунктов. Мы без таких давно уже с вами тоже не обходимся. Это часть нашего с вами трудового коллектива в городе. Вы знаете, что у нас очень много работы. Это в различных организациях, строительных, магазинах, аптеках, в различных коммунальных службах работников, лиц, приезжающих к нам из Вознесенского, Дивеевского, Ордатовского, Первомайского районов. Таких много. Вот сейчас возобновится работа для того, чтобы определить круг лиц, с кому можно будет въезжать в город после праздников. И вот это мы как раз тоже будем делать в первые послепраздничные дни. Пока я думаю, что вот на сегодняшний день я сотый раз хочу сказать, что мы пока с вами в третьей фазе. У нас все прослеживается, все очаги. Мы видим, что нарастание заболеваемости идет. Но мы сейчас, наверное, от этого никуда не уйдет. Но идет за счет легких форм, за счет того, что мы выявляем многих бессимптомных больных. А раз мы их выявляем, значит, мы даем возможность не заражать, опять же, те же самые категории риска. И вот это нам сейчас дает возможность и не вводить карантин в городе, и говорить о том, что можно постепенно начинать работу. И подготовка медицинской базы уже за это время проведена. Я считаю, что сейчас нужно здраво на эти вещи посмотреть и потихонечку, подводя итоги после праздников, давайте с вами договоримся, что если ничего не случится, я выхожу в эфир уже теперь только 11 числа, 11 мая. Мы с вами попытаемся подвести итоги и поговорить, что мы получили. Я по-прежнему считаю, что будет очень хорошо, если вы вот сейчас заканчиваете у нас с вами фактически третий инкубационный период, если рассматривать по 14 дней, в которые мы находимся все дружно с вами на изоляции. Ну, мы достаточно этого, вполне достаточно, чтобы не было у нас взрывного характера. Но выход на работу и ожидание вот этого, вот как некоторые говорят, это будет негативный сценарий, если мы все дружно выйдем на работу. Давайте не дружно, давайте сделаем это постепенно. И с тем, чтобы при первых же признаках заболевания, если у нас люди не будут выходить на работу, то взрывного характера у нас и не будет. Давайте вспомним многие-многие наши годы, когда у нас был грипп, и в том числе и атипичная пневмония, и тяжелые проявления других наших острых респираторных вирусных заболеваний, включая и норовирусы, и аденовирусы, вспышки у нас в городе были. Мы много что перенесли, и мы прекрасно с эпидемиологической точки зрения понимаем, что если, а я надеюсь, что за время, пока мы были на изоляции, у нас уже у всех полное понимание, как нужно себя вести. Если есть первые признаки заболеваний, нужно только теперь это выполнять, то мы сможем с вами и нормально выйти в рабочий режим. В годы войны пережили такое тяжелое время, пережили такие заболевания, справились с ними, с сыпным тифом. Даже перечислять не буду честь и хвала людям, кто не только выстоял в боях и в тылу, а те, кто смог пройти и это заболевать, и медики, которые смогли спасти нашу страну от вспышек. Уж если мы это с вами прошли, то уж коронавирусную инфекцию пройдем точно. Желаю вам всего доброго. До встречи 11 мая.